СМОЛЕНСКА АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Награждение участников фестиваля «Мы за здоровый образ жизни». Мы старались во всех конкурсах принимать участие, и у нас многое получилось. Очередная профилактическая операция госавтоинспекторов. Перешел, подумал, что поближе, не дошел до перехода. Понимаю, что неправильно поступил. В Смоленском регионе завершился пожароопасный сезон. Об этом заявили лесопожарные смоленщины. Так, за лето нынешнего года очаги возгорания в лесу фиксировались более трех тысяч раз. В результате выгорело более 56 гектаров лесных угодий. Это в несколько раз больше, чем годом ранее. Тогда были потеряны всего 9 гектаров. Основная причина возгораний – человеческий фактор. Несмотря на очевидную опасность, прямые запреты и штрафы, люди продолжали сжечь костры и бросать окурки. Для более эффективной борьбы с лесными пожарами были закуплены 18 спецмашин и полторы сотни инструментов. Повысить доверие к мирному атому, а также устранить стереотипы об атомной энергетике и отрасли в целом. Это и не только обсуждали на презентации экологического отчета Смоленской атомной электростанции. Подробности далее. 10 октября состоялась публичная презентация экологического отчета Смоленской атомной электростанции. С природоохраной и деятельностью градообразующего предприятия познакомились педагоги образовательных учреждений, представители общественных организаций города и средств массовой информации. Благодаря таким встречам становится очевидно, что подобные объекты не представляют опасности. Люди понимают, что атомная энергетика – это безопасно, что это ковидически чисто, что доверять атомной энергетике можно, и можно говорить о ее дальнейшем развитии. По итогам ежегодных проверок Смоленской атомной электростанции эксперты подтвердили ее соответствие международному стандарту по эффективному экологическому управлению. Природоохранная деятельность станции высоко оценена госкорпорацией «Росатом». В 2018 году Смоленская АЭС стала лидером в номинации «Экологически образцовая организация концерна «Росэнергоатом». Так как мы здесь слышим, что именно делает Смоленская атомная станция для безопасности, мы уверены, что мы живем в экологически безопасной обстановке. Что касается нашего города, я сказала бы, что он преображается. Год от года преображается. И я думаю, что в этом преображении занимают большое место и наши органы управления, муниципального и так далее. Олег Соловьев, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Десна ТВ. В России упростили процесс взыскания долгов сдачников. Теперь для этого председателю или правлению садоводческого товарищества достаточно обратиться в мировой суд для получения соответствующего приказа, а не направлять иск в эту инстанцию. После получения приказа мирового суда заявитель может направить его в банк. Задолженность будет списана со счета или карты должника. Это позволит избежать полноценного судебного процесса, который часто мог длиться месяцами. Соответствующие поправки в Гражданский процессуальный кодекс уже вступили в силу. С 15 по 28 сентября на базе санатория «Решма», который находится в Ивановской области, состоялся 9-й межрегиональный фестиваль «Мы за здоровый образ жизни». Его участниками стали школьные команды из 8 регионов России. Наш город на конкурсе представляли ученики 4-й школы. 14 октября в актовом зале учреждения состоялось торжественное награждение школьников. В этом году фестиваль был посвящен Году театра в России. Он прошел под девизом «Зарядись позитивом на всю жизнь» и был направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Фестивальная смена, которая длилась 14 дней, была насыщена интересными событиями. Конкурсная программа включала в себя битву талантов, танцевальные соревнования, интеллектуальные викторины и другие мероприятия. Также школьники приняли участие в конкурсах презентаций о родном крае и социальных проектах. Мы старались во всех конкурсах принимать участие. И у нас многое получилось. Над многим мы будем работать, продолжая уже даже после фестиваля. Мы сделали для себя определенные выводы. Для Десногорской команды «Ритм», которая состояла из учеников 9-10 классов 4-й школы, фестиваль прошел успешно. Школьники стали победителями в номинации «Артистизм» на 5 с плюсом. В основном были такие команды очень тяжелые, именно в плане состязаний, очень хорошие конкуренты. Но мы справились, мы достаточно хорошо выступили в конце. На фестивале ребята также приняли участие в квесте «Атомная кругосветка», который проводил информационный центр атомной энергетики «Росатома». Начальник отдела управления информации Смоленской АЭС Роман Петров от лица руководителя атомной станции поблагодарил школьников за активность и вручил им памятные подарки. Очень здорово, что вы, ребята, не сидите, не занимаетесь только школьными делами, школьными делами, но и активно участвуйте в таких онлайн-проектах, не просто участвуйте, но и участвуйте. Хорошо, вы занимаетесь там резервными знаками. Завершилось мероприятие вручением золотых знаков ГТО ученикам и педагогам школы. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ. Врачам скорой разрешат оказывать помощь без согласия пациента. Речь идет о тех экстренных случаях, когда пациент не в состоянии дать свое письменное согласие на медицинское вмешательство. Это позволит не терять драгоценные минуты для спасения жизни человека, если он без сознания, а родственников нет рядом. Сегодня по закону решения о медицинском вмешательстве без согласия пациента принимает консилиум или лечащий врач. При оказании экстренной помощи выполнить эти условия невозможно. Поэтому теперь право медицинского вмешательства без согласия пациента наделят работников скорой помощи. Поправки уже внесены в закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. На территории Смоленской области отмечается рост дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли или получили ранения пешеходы. С 14 по 20 октября сотрудники ГИБДД проводят профилактическое мероприятие «Пешеход». Перейти дорогу в неположенном для этого месте – шалость, которая для многих горожан уже давно вошла в привычку. Желание сэкономить несколько секунд нередко приводит к потерянным неделям на больничной койке. В будничной суете этот мужчина решил пренебречь правилами и своей безопасностью. Переход дороги в неотведенном для этого месте карается штрафом в 500 рублей. Перешел, подумал, что поближе, не дошел до перехода. Понимаю, что неправильно поступил. Никому не советую. Лучше дойти до пешеходного перехода. Наезды на пешеходов остаются основным видом ДТП, в результате которого гибнут люди. Об этом говорит и статистика по Смоленской области. За 9 месяцев текущего года количество случаев наезда на людей увеличилось на 3,8%. Немало правонарушений приходится на долю невнимательных водителей. Смотрите, видеозапись. Приезжает пешеходный переход, женщина едет пешеходным переходом. Женщина пошла. Какая же их сейчас? Сейчас давайте с вами. Пешеходный переход – место повышенного внимания для всех участников дорожного движения. Намеренное или случайное непредоставление преимущества пешеходу на этом участке дороги карается штрафом в 1500 рублей. Напомнить о таких правонарушениях и пресечь их призвана профилактическая акция сотрудников ГИБДД «Пешеход». Основными задачами является контроль нерегулированных пешеходных переходов сотрудниками ГИБДД, направленные на предупреждение и пресечение нарушений ПДД, как пешеходами, так и водителями транспортных средств. Мероприятие проходит по всей Смоленской области с 14 по 20 октября. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ. В скором времени отменят норму о 10-дневном сроке постановки новой машины на учет. Тем самым ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях без номеров будет запрещено. Закон вступит в силу с января 2020 года. Кроме этого, заниматься регистрацией авто теперь будет дилер, у которого и приобретен автомобиль. Автосалон сможет сам передавать документы в ГИБДД, изготавливать номера и передавать весь комплект документов с ключами и номерными табличками покупателю автомобиля. При этом нововведение не коснется автомобилей, приобретаемых на вторичном рынке. У покупателей таких машин по-прежнему будет 10 дней на постановку транспортного средства на учет. В конце выпуска о погоде. 18 октября в Десногорске переменная облачность, температура днем плюс 15, ночью плюс 9. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefstv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч!